Институт уполномоченных давно уже стал инструментом развития гражданского общества. Сегодня глава Чуаши встретился с омбудсменами, защищающими права человека, ребенка и предпринимателей в республике. Собраться всем вместе удается нечасто. Недавно созданный Совет уполномоченных облегчил эту задачу. Глава Чуаши даже перенес разговор из кабинета за круглый стол. У каждого омбудсмена своя зона ответственности, но много перекрестных вопросов. Михаила Игнатьева интересовала, какие главные вопросы решают правозащитники, с какими трудностями они сталкиваются при реализации своих полномочий. Вся наша работа направлена как дополнительный инструмент, в первую очередь ваш дополнительный инструмент по защите прав граждан. Эту работу мы проводим, интенсивно проводим. Выступило, если мне несколько слов, цифр, в этом году более 600 обращений. Это чуть больше, чем в прошлом году. Первые строки? За аналогичный период. Какие первые три строки? Жилищные, земельные вопросы граждан больше волнуют. Потому что наиболее важны. Есть у нас успехи по защите жилищных прав, достаточно серьезные. Сегодня у нас такая ситуация, что родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом, они не должны работать, не имеют права работать и получают пособие 5500 в месяц, при этом исключая какой-либо иной трудовой доход. Естественно, этой суммы недостаточная. Ко мне есть обращения таких граждан. Я обратилась в свою очередь к законодательной инициативе, чтобы пересмотреть хотя бы до прожиточного меню. У полномоченному по правам ребенка в последнее время пришлось изменить вектор внимания. Если раньше чаще обращались по поводу нехватки мест в детских садах, то теперь приходится разрешать конфликтные ситуации, в которых страдают дети. Отдельная тема – защита их интересов в решении жилищного вопроса. В этом году на первое место вышли семейные правоотношения, когда родители не могут договориться друг с другом о порядке общения с ребенком, об уплате алиментов на содержание детей. Такие вот вопросы. То есть получается, что мне приходится вмешиваться в решение семейных конфликтов, для того, чтобы ребенка уберечь от получения психологической травмы. Под патронажем Александра Рыбакова вполне взрослые люди – бизнесмены. Но и они нуждаются в защите своих прав. У нас, получается, в этом году установлены льготы по территории опережающей социально-экономического развития. Указан главой Чувашской республики установлена 15% выкупная стоимость для резидентов регистральных парков, для той же территории опережающего развития. Наконец-то отменен налог на движимое имущество. Он очень вызывал много вопросов. Теперь предприниматели получат возможность вкладывать свои средства в обновление основных средств, покупки станков. Это уже их не будет так демотивировать. У нас администрирование повысилось. Вот, значит, если взять за последние 10 месяцев, собрано налогов 40 миллиардов рублей. Любая проблема требует скорейшего решения. Оперативность в принятии мер поможет снять возникающую напряженность. На это работают и национальные проекты. Омбудсмены должны активно участвовать в их реализации, подчеркнул глава Чувашии.